всем привет с вами youtube канал я мой принтер сегодняшнее видео будем собирать наш принтер и смотреть детали которые я не показал в этом видео давайте начнем смотреть что это за шестеренка такая вот видим здесь шестеренка такая вот видимо она не вращается я кручу ее вращаться она не хочет это наша шестеренка отвечает у нас видим на платке у нас есть шестеренки как я вам объяснял который отвечает за подъем бумаги то есть получается толкатель бумаги изучим эту часть принтера посмотрим как же она должна вращаться за счет чего давайте открутим раз два три винтик открутили винтики винтики здесь вот такие вот снимаем нашу вот эту часть сложный то есть видим здесь стоит у стопорная деталька то есть работает она приблизительно вот так вот видим я вращаю шестеренку давайте пусть разберем посмотрим здесь такая шестереночка вращается она туда-обратно ничего не стопорит внутри еще две шестеренки вот так смазать я не буду здесь маска есть вращается они хорошо ничего не мешает затем вот такая вот расскажите у вас какие-то не ломались нет конечно все будет сломать если что-то попадет сюда вот это мелко снимать я не буду вроде все целое ставим все несовместно кто-то маленько работал фантазируем в принципе все работает все вращается топорный рычажок который самолю всю эту часть пружинка где-то на 1 сантиметр в принципе вот мы посмотрели его работ то есть рычажок наш отходит это шестеренка вращается и и таким образом у вас вращается вот эта шестеренка следующим образом обращайте всегда внимание на эти контакты чтобы они у вас выходили эти контакты дает напряжение на фото барабан и на картридж если у вас они будут замяты у вас будет печатать ваш принтер неправильно защелочка который фиксирует когда мы засовываем наш лоток там и засовываем лоток он фиксирует не дает ему обратно выходить в принципе больше на это сказать нечего вот тут у нас два получается пол разобратых принтера это модель 20-30 это наша 7032 то есть вот эти штучки у них одинаковые снимаются они аккуратненько здесь берем так нажимаем там защелочка и вот таким то образом вот она защелочка они подходят друг другу посмотрела номер такая пружинка то есть если у вас если вы будете искать вам не обязательно искать этой модели посмотрите 20-30-20-35 вот бразер пластики похоже дело чем модель новее все изготавливает хуже и хуже потому что здесь я цепил у меня также здесь такой был жубец он обломался то есть теперь я даже поставить ее не могу ту который была не знаю потом принтер я раза два три попробую мне все отцепилась а здесь и один раз и все полетел то есть не не пластик не знаю что изготавливает все на один раз вот привал все оставлю все как бы он плохо держится он должен держаться плотную на эту щелку не выполняет свою функцию так что этот принтер у меня пойдет на запчасти то есть все живое вот сканера датчики эти штучки сразу достану чтобы они не потерялись потому что здесь любит сломанной и здесь любит сломанной номер у них вот такой вот как раз видим здесь зубцы они обламываются если вам надо будет сделать и неохота будет менять целиком каркас придумайте что-нибудь сюда возьмите какую-нибудь перемычку запаяйте чтобы вот так было чтобы она не поднималась очень такое укулкая фантазия поставили ролик протяжки на место ставим на наш датчик входа бумаги то есть если у вас будет замятие ошибку бумаги обратите внимание на эти датчики я вам показываю поставили закручиваем на два винтика поставили ролик протяжки затем будет вставить нашу ось я расположил у нас ролик из охвата бумаги чтобы он не мучился вам легче сделать по-другому вот и засунули отсюда потом поставили эту часть и потом ее бочку сюда а эту часть вот сюда затем ось убираете вставляете в наш ролик захвата бумаги вставили отогнули эту штучку закрыли видим здесь тоже ходоядкий бал эта штучка сломалась что-то пластик этого принтера очень хрупкий не знаю с чего делали то есть все защелки ломаются нижнюю часть мы поставили переходим к сборке дальше и так поставили подставку подплату после после чего будем ставить вот эту часть не забывайте поставить ее в направляющую так вот поставили туда засунули сейчас поставлю покажу так на эту сторону почти все остановились остался блок питания эта стенка крепится на 3 винтика то есть 1 вот здесь и 2 здесь под крышкой затем ставим нашу подставочку под блок питания одеваем эту часть спружинкой и схемку с вентилятором когда вы будете подставить вентилятор обратите внимание он просовывает вот здесь в дырочку следующим шагом поставили схемку закрутили винтик вот сюда и сюда сюда не закручиваем сюда закручивается верхняя часть блока питания затем закрутили сюда 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 перед тем как закручиваю сюда крышку возьмите ваш провод проведите то есть он идет вот так змейкой обходит и выходит здесь потом закручиваете этот винтик по кнопке и сюда два винтика и так поставили крышку закрутили раз два три винтика все таки покой мне не дают вот эти зажимы мне жена будет попробовать принтер очень рабочий а картридж я без них поставить не смогу то есть здесь я сделал получается уголок такой видим ходит пока без пружинки пока на клее сейчас подклеится маленькая если получится я его припаяем паяльничком припаяем паяльничком а здесь сделал такую деталь то есть она нам нужна когда эта штучка входит в центр так вот и это может зачистили эти защелки защелки у нас идут до конца до конца вот этого бортика и посередине вам надо попасть в общем алюминиевая штука узенькими не получилось хотел приклеить вот такую вот то есть ну как вот и приклеить никак то есть хотел отсюда взять и приклеить а потом взял и попробовал ее всунуть да она прям входит как будто там было и вот че стилостей обрезал сейчас покажу чуть только не придумаешь с этими принтерами чтобы они работали такую штучку я сделал то есть видим она получается и входит спас вот входит вот сюда видим и защелка задерживается хорошо и стеночка большая то есть если заклеить она будет держаться крепко ну то остановлюсь на этом варианте то есть если сломается у вас и не будет возможности заменить сам каркас что-то ищите наподобие такое металлическое или из пластика из по телевизору подставочки от светодиодных есть вот замечательно все то есть сначала поставили вот эту нашу деталечку наклей по 7000 намазываем перед тем как это все делать вначале все надо подогнать размеры куда она больше не тянется эта часть так и зафиксировали обязательно здесь вижу возьмите отверточку и так вот по уровню стеночки и и выровняйте об вообще вылетел то есть вот она стеночка по этому уровню должна быть так он показывает на другом принтере как не распространяется положено то есть видим вот они наши защелочки это почти напротив то есть доставать их надо вот отсюда вот на защелку нажимать не так как я оттуда показал а вот отсюда достаем ну что ж давайте начнем собирать наш редуктор будем поэтапно исследовать почему ролики захвата не берут бумагу почему принтер у вас не берет бумагу то есть видим ролики например вы сменили поставили новые ролик протяжки видим наши ролики поднимается и опускается за это отвечает вот это беленькая ось как бы входит вот сюда вовнутрь вот за счет вот этих деталек она опускается и поднимается то есть если ролики захвата заменены смотрим вот этот механизм может что-то скатило вас здесь пружинка и что-то еще случилось я вам говорю что снимать и тяжело нет снимается она легко просто я когда до конца разберешь она снимается легко и меняется таким образом тогда я не до конца разбирал и было сложно вот так вот она вас одевается так вот должна работать вы ее расширяете ставите вот сюда просто ее раздвинули и поставили на свое место попробовали ее работать так с этим узлом понятно почему может не брать этот стопор у нас мы сегодня изучали то есть он влияет на эту шестеренку на толкатель бумаги следующим шагом будем ставить вот эту часть смазкой здесь намазали чтобы все хорошо ходило обратите внимание что вот этот ваш штырек он возможно попасть в этот паз то есть вот видим его работу закрытый поднимаю штырек проходит по направляющей то есть вот эта часть а теперь пойдем флажка в вашем блоке лазера затем поставили вот этот черную защитную нашу крылочку и закрутили на винтик подцепили соленоид закрутили на винтик подцепили пружинку попробовали в работу то есть если ваш соленоид не работает обратите внимание еще не слетела ли у вас тут пружинка потому что здесь вроде ломаться то больше нечего провод идет вот так вот на чем собирать редуктор то есть вот эти основные шестеренки вы поставили соленоидами кстати у соленоидов вы говорили здесь некоторые говорят резинок нет вот они резинки тут расположены обратите потом внимание здесь и у этого тоже видно резинки там есть так теперь ставим нашу эту шестеренку ставим вроде она встала посмотрите чтобы юбочка у вас задевала почти вот эту шестеренку затем ставим вот эту защелкиваем эту часть чтобы она не вылетела если она у вас не защелкивается возьмите вал маленько потяните все встало затем у нас вставляется это она насходит туда-сюда после чего попробуйте работу вашего редуктора чтобы все вращалось здесь чтобы все защелки встали на свое место затем ставим вот эту и закручиваем наш пружинку с болтиком так закрутили пружинку можете еще раз попробовать работу редуктора следующим образом поставили эту штучку и попробовали как она поднимает и и отпускает то есть время я понимаю она выходит засовы она заходит когда будем ставить редуктор не забудем о пружиночке поставить ее на свое место для того как поставили редуктор посмотрите чтобы ваши все шестеренки вылезли в свои пазы вот она гуляет шестеренку вот вылезла вот здесь чтобы осталось на свое место обязательно попробуйте ваш срочажок выходит да еще когда будете ставить редуктор вытащить два провода отсюда в окошечко чтобы потом не разбирать дальше ставим схемки и так эту штучку на том принтере где хрупки на 7032 я заклеил сейчас вроде она работает здесь я решил поступить более менее легким вариантом видим то есть она не высовывается просто взял накалил отверточку и вот видно с ним и сделал как бы такой большой небольшой зуб таким то образом видим зуб наш не выходит все равно я его менять буду этот весь корпус потому что видим он разваливается здесь разваливается то есть не знаю что я не стоял где-то не в том месте или что без понятия следующим образом когда ставить ставить вот этот датчик никогда в жизни он у меня не ломался получается вот эта штучка тут она обломалась вообще непонятно в чем дело пришлось закрутить на винтик обязательно когда будете закручивать поставьте блок лазера и попробуйте будет ли он у вас функционировать или не будет поднимается ли у вас кожух или нет то есть если вы поставили шторку у вас подниматься не будет у вас будет ошибка блока лазера или пока поднимается пока видео снимая о сборке сразу собираю два мфушника и показываю вам косяки какие могут быть и варианты их исправления может пригодиться кому еще раз вам показываю резинки которые бывают распадаются и вот этот пластик залипает об них из-за этого у вас у вас ваш принтер берет по два по три лиска сразу то есть залипает соленоид вообще перед тем как собирать редуктор надо вначале собрать эту часть до этого я не показал давайте сейчас соберем ставим вот такая шестереночка затем ставим вот такую шестеренку таким образом после чего ставим эту шестеренку длинная выпуклость и смотрит на нас вот так после чего ставим вот эту площадочку сразу засовываем сюда чтобы не мешал и устанавливаем. Поставили. Заключим на три больших винтика. Затем, если вы вытаскали вот эту металлическую планку, засовываем ее вот сюда. Вот стоит она. Здесь ее подсовываем вот под эту штучку надо подсунуть. Все. Поставим все на свое место. Все. Закрытили два винтика здесь. И винтик сейчас сюда еще закрутим. Поставим защитную пленочку. Дальше собираем редуктор. Как вы собираете, я вам показывал. Насчет этой металлической пружинки. То есть, как она вставляется. Здесь по бокам посмотрел, ничего нет. А вот тут получается металлический корпус. И скорее всего, вот эта направляющая она всовывается вот сюда в отверстие металлический корпус. А вот эта штучка у нас просто зажимается. То есть, вот таким образом. Вот восстановили нашу изогнутую пружину. То есть, ее поставили совсем наоборот. Как она должна была стоять? То есть, вот эту сторону поставили вверх, а то вниз. Поставим как надо. Все. Закручиваем нашу металлическую планочку. Закрутили. Верхнюю часть и нижнюю часть. Еще такой незначительный косячок. Обнаружил вот эту планочку. То есть, вот эту планочку надо вставлять до того, когда вы будете вставлять подставку под блок питания. Она должна стоять там. Посмотрю, мне лежит. Откуда она? Вот отсюда. Который идет за земляющий с блока лазера. После чего подставили подставочку. Закрутили на два винтика. Раз винтик и два винтика. Блок лазера поставили. Когда будете ставить, вот этот вытащите и обязательно потом посмотрите. Функционирует он или нет. Я тоже десятый раз говорю. Закрутили на два винтика. То есть, раз винтик и здесь два винтика. Здесь раз винтик и два винтика. Если вы сейчас сегодня поставите, вы потом схему поставите сбоку и не сможете закрутить вот этот один винтик. Подцепили плату в форматор. Эту плату. все шлифы. Посмотрите внимательно, чтобы у вас все было подцеплено. Не спешите, не торопитесь, чтобы потом вам не разбирать. То есть, ну вот мы добрались до печки. То есть, из узел, который запекает наш тонер. Давайте начнем разборку. Откручиваем три винтика. Раньше я перенетел, но потом видим здесь образовывается нагар от тонера. Вот они три винтика. Тоже надо будет все вычистить. Провод Убираем. По одному проводку вытаскиваете. После чего с этой стороны Убрали. Теперь отсюда вытаскиваем. обратите внимание на контакт, как он расположенный. И как здесь он гнутый и загнутый. Ладно. Потом посмотрим, как он должен быть. еще видим наша пружинка слетевшая. То есть она не выполняла свою функцию. Хотя на самом деле она должна быть вот такая натянутая. здесь видим как она должна стоять с этой стороны и с этой стороны. Она должна была зацепляться за пружинка. Следующим образом, чтобы нам располовинить нашу печку, берем пружинки. Вот пружиночка. Так вот снимаем аккуратненько и вторая пружиночка. После чего наша печка располовинилась. такие две пружинки. Видим тефлонный вал у нас в состоянии не очень. Из-за чего такое образуется без понятия. Может какая-то пластмасска попадала или что и так расцарапало. какая-то скрепка. Обычно бывают такие следы от бумагоделителей. есть накапливается запекший обрак вот видно как бы черненький такой. Почему здесь образовывается такая непонятно. Скорее всего что-то попало в вашу печку. Следующим шагом разбираем наш резиновый вал. Смотрим какое состояние у тасканула. Тасканула. Вот эта штука вообще смотрится в тонере. Она должна быть беленькая. Следующим образом, если вы захотите снять тифонный вал и заменить, откручиваем вот эти винтики. Здесь по длине маленько, по пластмассе, тоже по железу. Затем открутим вот эту часть, которая держит наш бушен. Такая вот деталь. Видим, наш бушенка освободится. Обратите внимание, как они стояли. Вот так вот, а вот этот вот так вот. Втаскиваем. То есть вот так надо сюда нажать. Только после этого наш тифонный вал сможет вырезать. Здесь у нас два терморегулятора и шестеренка. Длинные винтики, длинненькие, узенькие. Теперь мой предохранитель. И больше здесь ничего такого интересного вам показать и нет. Сейчас её отмою, почище и буду собирать. Эту печку я разбирать не стал. Состояние, видимо, чистенькое. В принципе, лезь сюда лишь раз вот неохота. Следов ещё пока не оставляет. В общем, чисто. Ставим её на своё место. Как она была. Эти два провода у нас пойдут сюда. Силовой пойдёт сюда. Поставили. Засунули провода. Подцепили печку. Собираем дальше. Поставили ролики протяжки бумаги из печки. Затем будем ставить верхнюю крышку. Здесь, вот видите, такие защёлки. Вот они, направляющие. С этой стороны и с этой. Они должны у вас заходить вот сюда, вовнутрь. Также обратите внимание, чтобы вот эти зубики зашли под низ. После того, как вы установите, здесь у вас не останется ни одной щели. Увидим. После установки. Обратите внимание на эти роли, чтобы они у вас там ничего не заели, не встали. Вот эти, чтобы встали на своё место. И также боковые ушки. И с той стороны. Детальку на своё место. Для чего у нас? Я так и не понял. Может подскажете, разберётесь. Как бы направляющий для бумаги, да? Непонятно, каким образом. То есть, войти нам должно легко. То есть, когда будете ставить, обратите внимание, как она стоит. Вот эти беленькие, они не должны вам перегорождать путь. Если вы собрали их и принтер ваш неправильно, и вы его неправильно поставите, ваша бумага будет заминаться здесь. Следующим образом поставили ролики протяжки бумаги и датчик. Датчик можете попробовать. То есть, вот так на себя подтянуть, чтобы он возвращался у вас обратно. Затем поставили вот эту часть. Крышку я пока взял от 70-30. Потому что там, по ходу дела, придётся её высередливать. Так как я буду его использовать под запчасти. То есть, не хочу ничего делать. Так, ставим вот сюда, видим сначала. Поставили сюда-сюда. Печка наша готова. Затем будем ставить блок сканера на своё место. Чтобы было не забыл вот эту штучку здесь. Подцепили от блока сканера все провода. Одели крышку. Закрутили на винтики. Собираем дальше. Прям только охота быстрее запустить принтер. То есть, пока я его целиком не собирал. Так. Боковые стенки оставил. Неподключенные. Боковые стенки оставил. Неподцепленные. Потому что потом не охота их снимать. Ставим картридж. На своё место. Сейчас включать будем. Включаем принтер. Угу. 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 Чтобы вы видите принтер нас так печатает. как я вам и говорил обращайте внимание на контакты внимательно посмотрел вроде я нашел один контакт, который у меня стоит неправильно сейчас придется разобрать опять весь принт и покажу вам этот контакт получается вот этот контакт он ушел у нас во внутрь вот из-за него питания не получил картридж сейчас я его подправлю если получится не получается мне отсюда его сделать придется разбирать редуктор вот он этот контакт здесь он получается вылетел во-первых из защелки снизу а во-вторых здесь такая должна быть пластмасска которая которая опала то есть он должен выходить наружу и этот контакт как картридж ставил должен нажимать на него попытка номер два так меню то есть он это то есть он может быть в Ура, сейчас запустим на 5 листов и попробуем, то есть принтер мы победили, копии 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Возвращаем на 5 листов. Видим ошибка черного листа ушла. Вот еще раз вам доказываю, что смотрите на контакты внимательно. Давайте попробуем распечатать тест, как лучше печатать. Вот так принтер стал печатать. Теперь вы знаете ошибку, если у вас будет появляться такой черный лист. То есть если у вас что-то изображение начало работать не так, черное или там белое, обращайте внимание на эти контакты. Видим, тут под каждый контакт вот такие силовые проводки идут. Они сцепляются с пружинками. Вот здесь и здесь. Если у вас контакты все целые, значит что-то скорее всего у вас не так в этой плате, которая дает напряжение на ваш картридж. Также обращайте внимание на картридж. Вот в этот раз был случай вот с этим, видать, это ткопроводящий. И контакта не было. И ток не проходил. Поэтому фало. И порошок не оставался как надо на листе. С этой проблемой мы разобрались. А теперь осталось выяснить другую проблему. Почему же у нас лоток не достает до шестеренки. Вначале я подумал, что у нас в принтере сломаны вот эти штучки. Но сзади я посмотрел, они целые. То есть на пружинах. А вот эта шестеренка, которая поднимает наш лоток у лотка, она почему-то не достает. То есть вот эти вот шестерни, они почему-то не достают. И отсюда образуется такой звук. Сначала я подумал, может у меня на столе неровная поверхность. Потом поставил вот эту столешницу и все равно никуда вот звук не исчез. Вот сейчас, смотрите, я включу без лотка. Слышим звук. Слышим звук. Никакого нету. Сейчас лоток засуну. Опять принтер выключил. И включаю. Все, смотрел. Блин, везде все отлично. В чем дело, так я не могу понять. Давайте будем искать проблему методом исключения. То есть будем постепенно отцеплять вот эту часть впереди, которая не дает нашему лотку работать. Отцепляем вот эту крышку спереди. Слышим лоток. Включаем. Включаться он не будет, потому что надо нажать на датчик сбоку. Оттаскиваем наш запор с картриджа. Выбираем картридж. Лоток. Открутили два винтика. Теперь снимаем эту часть. Опять попробуем. Добавляем лоток. Засовываем нашу вот эту деталечку. Пробуем. Уже такого стука сильного нет. Пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, от звука мы, по-моему, избавились. Скорее всего, эта часть у нас стала не так, как надо, и не давала нашу молотку встать на место. Но я попробую сюда поставить другую. Сейчас, в принципе, ориентируем другой. Почему же наш принт не захватывает бумагу? То есть, вот этот лоток я отмыл, весь чистенький. Вот видим, цифра 1. Стук маленько всё равно идёт. Нажимаем на копию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руль захвата сделал в 3 оборота. Вот так нашу бумагу не захватил. Интересно. Вот лоток 2. Я тоже его отмыл, как бы чистенький. Нажимаем на датчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже набрать у нас не хочется. Вот, вот лоток видим. Тут пыль. Я его не мыл, не трогал, не лазил. Наверное, это хорошо. Три. Нажимаем. То есть, теперь мы понимаем, что наш брат не боится пыли, грязи и хорошо работают в таких условиях. Теперь надо разобраться, в чём же я здесь не так собрал. Почему на таком грязном лотке всё работает, она чистым не хочет. Искал я причину, блин. Всё посмотрел, всё идеально. Всё вроде стоит отлично. Давайте вот ещё вот раз показываю. То есть, включаем принтер. Ничего не выходит. Берём этот же лоток, суём в другой аппарат. Бумага вышла. И два чистых лотка, так вот себя ведут. Берём лоток отсюда, который не очищенный. Сюда. Тоже не стал работать. Работал уже. Убрал маленько отсюда пыль. Здесь было много пыли. Вообще не разбирал ничего, просто пыль убрал. И видим результат. То есть, чистить эти принтеры нельзя. Иначе они у вас не будут работать. В общем, на этом, пока я заканчиваю своё видео. Видео получилось длинным. Принтер мы запустили. 70-30. Тот принтер у меня там вообще развалился весь каркас. Я его собирать не буду. Просто оставлю на запчасть. Вот на эту запчасть. Это потом буду разбирать и чистить. Буду разбирать шестерёнку, которую я показывал в начале видео. Попробую их заменить. Также буду смотреть опять редуктор. Может, что-то не так стоит. В общем, вариантов может быть много. Если у вас был такой случай, пишите, делитесь, рассказывайте информацией. Будет очень приятно. Вот и всё. С вами был YouTube-канал Ямин Принтер. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Делитесь своими историями, потому что принтеры старые. Опыт уже по-любому у кого-то есть с этими шестерёнками, со звуками. До свидания. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok